Привет, красотка! Это мой обычный день из жизни, и сегодня я тебя беру с собой. Из новенького в моей утренней рутине это ежедневный прием коллагена натощак после работы с нутрициологом. И мой лайфхак, чтобы было не так противно растворять его в теплой воде и пить, стараясь не дышать в этот момент. Где наш волшебный пульт? Вау, утро! Ева, а расскажи, как у нас дела с засыпанием в своей кроватке? Никак. Почему никак? Потому что кто-то ночью прибегает к нам обратно. Но у нас успех, да, Рыть? Мы укладываемся-то где? Ну, там. Ева, ты еще просыпаешься, да? Сложно, сложно соображать маленькому кусочку. Смотрите, какой у нас новый друг появился. Это у меня девочки на выпускном йога-ретрита, который у нас проходил в Екатеринбурге. Подарили такой чудесный подарок. У него просто звуки магические какие-то. И не нужно много ума, чтобы на нем играть. ПОДПИШИСЬ! 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 Расскажи, что делать сейчас будем. Я выжил меня растет, а я девочку буду растет. Двойная парикматика. А знаешь, мы садики-то не чистим, ну бы. Ну да, в садике никто не чистит. Мы же чистим утром специально и перед сном. ПОДПИШИСЬ! Садики-то не надо. ПОДПИШИСЬ! Дай, пожалуйста, зеленую резиночку. КАКУ! А вот она на косметичке. ПОДПИШИСЬ! Вот это? ПОДПИШИСЬ! 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 ВАУ! Вот это силушка у тебя! Я на кого подходит? На кого? На обезьянку? Фейскультура! Фейскультура! Утренняя. Утренняя. Смотри! Смотрю. Нормально всё? Ты же не рассчитала что-то? Да. Давай. О, когда мы косоводуем? Я не могу пить. Евик завтракает в детском саду, а пока Денис её отводит, я готовлю нам завтрак. Я не могу пить. Это тремя употребления. О, когда мне кажется, я улыбнула их ей. Я хочу попробовать в детский саду. Молочное время. У меня пока заваривается чаек. Я хочу с вами поделиться моей находкой. И я более чем уверена, что это будет очень многим полезно, потому что я не одна такая. Кто всю жизнь свою искал чаи с нормальным составом. Вы знаете, что я в основном пью травяной чай, который собирает моя свекровушка. И это, по сути, единственный чайный напиток у нас дома. Но иногда ты не хочешь тратить на это время, потому что нужно заварить целый френч-пресс. Иногда просто хочется вот достать пакетик, быстренько сделать и просто даже попробовать какие-то другие вкусы. В связи с этим я хочу вам рассказать про новую коллекцию у Гринфилд. Называется она Natural Tazine, что переводится как натуральные травы. И натуральные отвары, можно так сказать, потому что у них просто потрясающий бомбический состав. Например, что я выбрала на сегодня, это чайный напиток с лимонграсом и китайским лимонником. Давайте вместе посмотрим на этот потрясающий состав. Лимонграс, сушеное яблоко, китайский лимонник, лист ежевики, цедра лимона, листья мяты, гибискул. Сто процентов натуральных ингредиентов, без кофеина. У них есть самые разные вкусы. Есть мачо. Здесь помимо мачо есть еще анис, листья мяты, листья апельсина. То есть такие прям купажи. Не просто травушки, а еще там яблочко или апельсинка, цедра. Вот в таких саше выглядит чаек. Просто завариваем привычным образом. Аромат просто невероятный. Ну и вкус, соответственно. Просто под любое настроение. Что для меня важно? Здесь нет ароматизаторов, нет никаких подсластителей. Вообще нет ничего лишнего. Сто процентный натуральный состав. Потрясающая линейка. Берите на заметочку. Я в описании оставлю на них ссылку, чтобы вы познакомились поближе с вкусами. У меня сейчас в планах прослушать одну лекцию по гипнородам. Я начала обучение. Оно длится месяц. Мне пока что очень нравится. А это в целом тема очень близка с йогой. Поэтому у меня нет такого, что это прям что-то для меня супер новое. Открыло какую-то главу невероятной там жизни. Что я до этого ничего об этом не знала. Более того, роды с Евой у меня примерно в таком плане и прошли. Это тоже была помощь аудиомедитации. Тоже я так же погружалась в себя. И пыталась, естественно, обезболить процесс тем, что перенаправляю свое внимание. Тем, что дышу. Но здесь мне очень нравится такая структурированность, однонаправленность в теме. Потому что все-таки вектор у меня уже сейчас в сторону подготовки есть. Уже третий триместр. Надо вспоминать все, что забыто. Так что мне очень нравится. Вот сегодня мы слушали лекцию. Кто мы? Ну да, я и дочка. Про то, откуда вообще берется боль в родах. Вот именно боль. То есть почему у нас у многих ассоциация в целом с этим процессом, как с болезненным. Откуда физиологически там взятся боли. Ну и спойлер такой, что все наши процессы, если они физиологичны, а роды это физиологичный процесс, это делали люди из поколения в поколение. Иначе человечество бы не выжило. Любые наши физиологические процессы могут и в целом должны протекать комфортно для человека. То есть это не означает, что мы сейчас роды вообще сделаем неощутимые. Я не заметила, как ребенок вышел. Нет, это невозможно. Потому что женщина должна четко понимать, да, это роды. И да, это определенный процесс. Чтобы она реально там в магазине не осталась. Например, во время рождения ребенка. Подумала, что а так просто живот прихватила. Но опять же, и если уходить там в крайность, что это не только про боль. И вообще, как мы заменяем слова. Сейчас покажу, у меня есть такой дневничок. О том, что мы заменяем слова, которые нашему мозгу могут мешать. Слово боль мы называем сильные ощущения, например. Потому что боль это сразу рефлекс, сразу такая реакция организма, что-то не так. А в родах скорее оно, ну это не боль там от пореза. Следующее, не плод, а ребенок. Ну да, это, конечно, интересно. Просто мы читали там рекомендации ВОЗ, тоже на этом курсе. И там все время плод, плод, плод. То есть уже обезличивание ребенка, уже обезличивание вот этого малышочка. Даже не важно, сколько ему недель, не важно, сколько дней его жизни. Как раз-таки наделяя его таким качеством, витальным, да, то есть жизнеспособным. Он же уже двигается, он уже кувыркается, он уже что-то чувствует. Он уже себя трогает, ощущает. То есть он уже человек, это не плод. Мы также настраиваемся на совместную работу в родах. Не схватки, а волны. Ну да, потому что тоже слово схватка, оно такое, как будто про борьбу немножко. То есть меня схватывает, ща-ща-ща отпустит. И уже такой подход не совсем дружественный к этому ко всему. В общем, мне очень нравится. Пойдемте с вами краситься, одеваться, собираться. У меня сегодня йога, монтаж. В общем, все увидите сегодня. Итак, мой ежедневный макияж. Это легкий тон, немного контуринга, обязательно брови, тени-однушки на все веко, межресничка коричневым карандашом и тушь. У нас сегодня прям весна. 22 градуса в днем обещают. Такая сегодня деловая мадам, деловой бременяж. Частенько я ухожу поработать в кофейню и совмещаю монтаж, планирование недели или месяца и кофепитие, конечно же. Сегодня у меня день йоги. Два раза в неделю я хожу на йогу для беременных. В остальные дни практикую дома и не так качественно, если честно. В йоге для беременных мы делаем акцент на более медленный темп, раскрытие тазобедренных суставов, снятие напряжения с поясницы и вытяжение задней поверхности ног, чтобы профилактировать судороги и отеки, что часто сопровождает беременность. И просто правильно дышим, обращаемся к малышу и учимся погружаться в тело еще глубже. Продолжение следует... У нас ностальгичное место. Мы здесь рядышком жили и ходили сюда часто на завтрак. Аккуратно, кофеечек. Кстати, когда здесь была то ли пандемия, то ли что, помнишь, да? Мы брали с собой и вот здесь вот ели, потому что хотелось типа веранду, а вот эти столы были недоступны всем. Я помню, как мы вот сюда ставили коляску и сидели здесь, кушали. Это была наша веранда, ты помнишь? Это наша была первая игровая с Левой. Она когда научилась ходить в мае, мы там вот уже в мае-июне бегать учились. Да-да-да, в платформе. Вокруг этой штуки. Так можно подумать, что у нас каждый день такой, и мы ходим на свидание каждый день, но просто сегодня среда. Мы взяли с собой игру. Это наша новая любовь, настолка прикольная, в которую можно играть от двух людей. У меня одна любовь, только ты. Да тебе сладкий голос. А нет никаких вот этих новых любвей. Знаешь, что общего между профитролиной и твоей юбкой? Они обе из натурального материала. Ты все гений. А? Ты гений. Знаете, с чего юбка у Саши? Из тенселя. Или тенсела. Тенсел. Тенселя. Тенселя. Тенселя мы тут прочитали. Из эвкалипта состоит. То есть юбка из эвкалипта. Из дерева. То есть берут древесину, что-то там делают с ней. И это становится тенсель. Она даже цвета, как эвкалипт. Саша ходит к нутрициологу. Теперь мы сладенько едим после основной еды. Мы? Ты. А ты? Ну я вообще, ты даже не ем. Плохо отдельно сладенько есть. Там запускают всякие там пищеварительные фермии. В холостую работают, да? Ну по сути да. Типа, если хотите сделать перекус, то лучше делать перекус, например, из чего-то сытного. То, что даст хоть какие-то нутриенты, даст какую-то подпитку, да? Плюс потом уже сладенько. У нас часто перекус это, например, кофе, там кроссан, да? И наоборот, разжигаешь еще сильнее метаболизм. И через час почему я хочу есть? Я думаю, в каком формате снять обзор на игры. У нас так много игр. И очень ценно, мне кажется, для особенно супругов, ну или для просто фар, знать игры, в которые можно играть от двух людей. У нас тем временем два часа дня, и я уже чутка поплыла. В общем, чувствуется спад энергии уже где-то в середине дня. Мне нужна такая, знаете, остановочка. И в целом я очень люблю работать дома и делить вот так вот день напополам, чтобы не весь день где-то тусить, весь день куда-то там ходить и расписывать свой день именно так активно, как раньше, а именно чтобы хотя бы полдня, ну или три дня я пробыла дома. Тем более, что я обожаю работать из дома. Но вообще-то я уже на седьмом месяце, так что я в декрете официально. У меня сейчас, кстати, будет звонок с детским сомнологом. Докатились девочки. Нет, на самом деле как бы все хорошо. Просто мне нужно, знаете, заручиться поддержкой эксперта. Я прям это чувствую, потому что в теме нашего перехода Евы, в свою кровать, в свою комнату, мы немножечко застряли на этапе, когда она спокойно укладывается в своей комнате. И это уже, если честно, успех. Сразу спойлер в скобочках. Я бы не хотела ничего менять, возвращаясь в прошлое. То есть не надо мне сейчас писать советы, а не надо было приучать. Я делала так, как считала нужным. И более того, до сих пор считаю нужным делать так. Так или иначе, была бы я сейчас беременна или нет, примерно в это бы время мы как раз переводили бы Еву уже в свою кровать. То есть в этом возрасте для меня это окей. Совместный сон для меня это тоже окей. И я ни о чем не жалею. Вот это такая ставочка. Так вот, сейчас мы застряли на этапе, когда Ева отлично укладывается в своей кровать, в своей комнате, но приходит к нам к часу к двум, к трем. Один раз было в четыре утра. Это прям был успех, мы ее подбадривали. И я понимаю, что здесь уже мы можем застрять вообще и на месяц, и на годы вообще. Мне там написали подписчики. В Телеграме я делилась просто этой ситуацией и просила рекомендацию специалистов. Собственно, благодаря вам сейчас у меня будет этот звонок. Многие мне писали, что кто-то так приходил до десяти лет своих. Мне, конечно, хочется вдвинуться дальше. Мне хочется, чтобы я воспала всю ночь в своей кровати. Будем сейчас продумывать план, шаг за шагом действовать. Ну, скорее всего, я, конечно, понимаю, что специалист так или иначе скажет, что нужно набраться сил и терпения в том, чтобы каждый раз, когда Ева приходит, даже если это будет несколько раз за ночь, возвращаться к ней в кровать и делать разные ритуалы на засыпание, снова объяснять, что нет, мы будем продолжать спать там, садить ее на горшок и все такое. Все это делать именно в ее кровати. Мне бы очень не хотелось, чтобы у нас это все затянулось до июля, когда у меня стоит ПДР. И чтобы потом это было как-то, знаете, связано с тем, что вот сестренка появилась на свет, и поэтому ты такая большая, теперь переходи в свою кровать и там в свою комнату. Ева, ну ты что, ты должна понимать, чтобы вот этой вообще ассоциации не было, чтобы для нее это стало нормой до. И в целом, мне кажется, что мы нормально успеваем, потому что возраст у нее уже достаточно зрелый, она уже понимающая девчоночка. Она понимает, когда есть четкие правила, ну, в целом, как и все дети. И самое важное, чем более уверенно это говорит родитель и действительно следует этому, а не так, что типа, ну ладно, сегодня не будем, и тогда вообще непонятно, да, когда работает это правило, когда не работает это правило, то ребенку довольно-таки легко и безопасно прийти к этому, прийти к новым правилам. Даже если придется погоревать, немножко принять, немножко все равно это сепарация. И вообще, если, точнее, давайте так, давайте настраиваться сразу хорошо, не если, а когда у нас произойдет вот этот вот этап, и все произойдет и закрепится. Я бы сняла даже отдельное видео на эту тему. Мне кажется, многим будет полезно, многим интересно. Не у всех есть возможность созвониться даже вот на эту консультацию. Вот у нас сейчас будет консультация полчаса пять тысяч рублей. Очень хороший сомнолог, судя по отзывам и по рекомендациям. Очень мягкий подход, не типа там прорись и потом привыкнешь как-нибудь. Поэтому, мне кажется, будет полезно. Я бы сняла видео с нашим опытом. Дайте знать, если вам это нужно, необходимо. А я пошла как раз уже готовиться к звонку. Осталось две минутки. Вы поехали девочку встречать. Я сегодня неслава с ним. Реально! Сломокет. Сломокет. А чулки компрессионные. Все, ножки устают уже. Мне на самом деле еще с 17-й недели братчик рекомендовал уже носить на постоянной основе. Но правда, с ними прям намного легче. В первое время мне прям хотелось их снять спустя два часа носки. Но потом привыкаешь и даже кайфуешь. Мы сегодня встречали Еву с прогулки после садика. И ей было так кайфово бегать с ребятами, что она даже не сразу нас заметила. С недавнего времени Евик ходит на танцы. И ей очень нравится, чему я несказанно рада. Потому что у нас был не самый удачный опыт с несколькими коллективами в городе, где к деткам относились очень строго. И нам такой подход не зашел. Не задумайте тебя никто, язык, динамо, язык. Единственное язык. Что ты ешь? Козинак. Что это происходит? Ты не знаешь, что? Загадки кому-то на единологии показывают. Хочешь послушать? Конечно, очень хочу. На единологии? Ну, такой золотой, золотой. Глинное, глинное. Но на единологии. Ты угадал, малыш? Это рог. Это рог. Какая классная загадка. Ты что, Ева, стала единорожком? Настоящим единорожком? Покажи свой хвостик, пожалуйста. Вот это красота. Ты мой маленький домашний зверек. Ты мой маленький домашний зверек-единорог. Сейчас я вам покажу то, что Ева последнее время съедает одна. Целиком. И это блюдо, которое для меня находка. Потому что там хорошие по составу продукты. Есть и белок, и клетчатка, и все, что нужно. И Ева реально все сама с удовольствием ест. Называется Клумба Колумба. Как вы догадались, это не я сама готовила. Что происходит в этой части квартиры? Как вы думаете? Сборка чего-то красивого. Мы с единорогом собираем. А что ты сделал уже, расскажи? Не знаю. Получается. Разогнул, колеса вставил. Они в один клик вставляются. Колеса, колеса забыли. Смотри, здесь такие классные колеса. А это вот сейчас сзади воткнем скоро. Смотри, а цвет-то оказывается не такой оливковый, как я думала. Светлый, прям хаки какой-то. Такой красивый. Это три фалафеля. И Ева съедает их вообще супер легко. Сама бататы, авокадо. И я беру отдельно кальмар и себе креветки. Еще огурчики. Но ее огурцы пришли в этом соусе. И она его вряд ли будет есть. Их надо помыть тогда. Единорожек, тебе вкусно? Разговорила Евочкой таким голосом. У нас Ева тут это перестала разговаривать нормально. Когда завязла. Хочешь научиться ходить? Да. Как будто я маленькая. Хочешь научиться ходить? Пойдем, я тебе покажу. Да. Сначала надо научиться ползать на коленках. У тебя получится. У нас с первого раза. Получится. Коляска классная. Просто посмотрите, как у нас сейчас выглядит чистка зубов. Я его как будто под светом на операционном столе. Этап первый это обычная щетка. Этап два это вонопучок, который проходит в более труднодоступные места. Зубная нить. Для нижних зубиков, кстати, мы ее складываем пополам. Это вообще одна из лучших зубных нитей в моей жизни, в нашей жизни. Берите на заметку, она не дерет десна. И она расплющивается, по сути, под любое расстояние между зубами. И нанесение под конец тусмуса для насыщения зубиков кальцием. Как раз, чтобы избежать появления кариеса. Потому что он, к сожалению, уже у Евы найден. Я искренне понимаю, почему. Кажется, генетика в наших руках сейчас вот такой вот гигиены поддерживает состояние молочных зубов. Читаем, значит, эту книжку уже сотый раз. Очень классная книжка для тех, кого ждет прибавления в семействе. Притом Ева сама прям просит. Давай почитаем, о любви хватит на двоих. Тут про то, как появляется у бабушки внученька, более младшая. А это Пушок. А как внучку зовут Ев? Маленькую, которая родилась. Плюшка. Плюшка. В общем, тут про ревность, про то, что бабушкины любви хватит на двоих. Читаем? Ну, а мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока.